Хочется поговорить совсем чуть-чуть о строительстве. У нас сейчас процесс строительства, что в команде и что я верю, Дух Святой у нас строят. И о строительстве скиньи. Интересно, знаете, в другом переводе везде написано у нас в свинодальном скинье, а там написано «шатер встречи». То по-другому звучит. Это такое место, где ты встречаешься с Духом Святой, где ты делишься с ним сердцем, где он с тобой делится своим сердцем. И у него есть вот этот шатер встречи. Не просто скинье собрание, а шатер встречи. И я хочу просто протечь немножко. Это исход 35 глава и о том, как вообще там строительство происходило. Несколько стихов прочитаем туда. «Собрал Моисей все общество сынов Израилев и сказал, вот что заповедовал Господь делать. Шесть дней делайте дела, и день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя, Господь. Всякий, кто будет делать у нее дело, будет передан святым. Не сжигайте огня». И так далее, и так далее. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израиля, вот что заповедовал Господь. Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию». Вот я решил отметить все места в этой главе, где Моисей призывает народ. И что-то захотелось мне так везде, где все, что связано с сердцем, решил отметить эти места. И Моисей, значит, говорит. «Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию. Пусть принесет приношение Господу». Золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового, червленого цвета, абиссоны, козьих, шерсть, и так далее. Он перечисляет все эти моменты. Причем, знаете, если не просто читать, а представлять, какая скинья была, то есть там был голубой цвет, пурпуровый, червленый и так далее. То есть это была не просто там палатка какая-то военная, знаете, цвета хайки. Это было красиво, там какие цвета были насыщенные. Сегодня, кстати, песня тоже была рожденная в горах. «Краски неба». Это правда. Пусть твое сердце скачивает эти краски и смотрит. И Моисей, он сделал, по сути, вот как там написано Моисей, как Господь ему сказал, так он и сделал. Что он там увидел, то он сюда и принес. Итак, по усердию, да? Вот он перечисляет, там дальше камни красивые, дальше 50 стих. «Всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что победил Господь». Ну, дальше перечисление скинью, там все крючки, столбы. То есть это, ну, это физические моменты, но мы понимаем, что мы сейчас в Новом Завете живем, и нам не нужно сейчас, ну, Козьи и Барани делать. Есть инструменты в духе, есть, скажем так, душевные инструменты. То есть, допустим, все, что связано с музыкой, все, что связано с каким-то вот, ну, все, что в современном мире происходит, какой-то навык, это можно сейчас применить для скинни, для той духовной скинни, которую Дух Святой сейчас строит. Значит так. Итак, вот он перечисляет, там одежды тоже нужно сделать. «И пошло все общество сынов Израилевых относить. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал Дух, и приносили приношению Господу для выстроения скинья, собрания для всех потребностей, для священных одежды. Переходили мужья с женами, все по расположению сердца приносили кольца, серьги, золотые вещи, которые кто только, кто только хотел принести золото Господу». То есть, вот, ну, вот каждому влеклось сердце. Вот сердце человека влекло, и он именно это нес. То есть, это не было, знаете, по принуждению. Это было желание. Это было желание. Еще тоже вот стих. «И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу, ну, такого-то, такого цвета. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть». То есть, даже те, которые, мало того, что те, которые приносили, их влекло сердце, те, которые делали, тоже они это делали от сердца. Вот, ну, я думаю, согласитесь, одно дело, когда человек, когда вот тебя попросят кто-то сделать, и ты хочешь это сделать. Это ты одно дело делаешь. Но другое дело, когда тебя просят, и ты не хочешь это делать, и делаешь. И эта вещь, она какая-то уже совершенно другая. А тут, ну, несут от сердца, еще и делают от сердца. То есть, они сердце в это вкладывают. Ну, правда, скинь, а какая-то вот даже новый, ну, вот этот вот шатер встречи, который в ветхом, знаете, был написан, он тоже уже был сделан, ну, как скажем так, в духовном смысле, даже в душе. Он был из желания, он хотелось его сделать. И поэтому Бог, он, ну, он видел вот это желание и отражался, и туда и приходил. Поэтому я, ну, вдохновляю всех нас, если, вот, ну, иди за сердцем, вот, делай, что ты хочешь. Тебя просят сделать что-то. Вот здесь, ну, не ты хочешь, сделай. Если не хочешь, ну, пусть сердце дождется. Пусть оно... Или оно скажет, не, не хочу. Ну, чтобы делать все от сердца. И... А, ну, вот еще одно из трех стихов. И все мужья и жены, и сынов израильных, которых влекло сердце принести на всякое дело, которое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господа. А, еще момент. Что... Что Господь... Что есть мало того, что желание принести сердце, принести что-то, потом делать это от сердца? И есть еще... Тут он упоминает про веселиво. Смотрите, Господь назначил именно веселиво сына Ури, сына Ора из колена Иудина, исполнил его духом Божиим, мудростью, разумением, ведением, всяким искусством, составлять искусственные камни, ткани, работать из золота, серебровиди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. То есть все творчество, оно тоже связано с сердцем. Вот то есть ты что-то делаешь, ну, тоже, чтобы в этом сердце было. И способность учить других вложил в сердце его. И его, и еще там одного человека. То есть есть желание что-то принести, ну, какой-то дар. Есть желание что-то делать от сердца. Есть еще способность учить других то, что ты имеешь. То есть, ну, вот, если Бог, Он о самой первой даже скинье говорит, Он потом продолжает, что я восстанавливаю скинье у Давида. Ну, а сама первая скинье, Он говорит, что я от сердца, но я там хочу сердца. Я тоже там хочу сердца. Ну, что говорить сейчас о Новом Завете? И у меня сегодня такой интересный разговор с другом был, и Господь напомнил одно из первых слов, вот, как я сюда пришел и появился. Я вообще вдохновляю, ну, каждого человека, которого Бог, ну, призвал конкретно сюда или конкретно куда-то. Ну, ну, храни те жемчужины, которыми Бог тебя позвал, потому что они тебе помогут стоять, они тебя освежат, они помогут тебе идти дальше. В них есть уже ресурсы, чтобы просто где-то даже раз встать, выпрямиться и стоять под давлением. И тогда, ну, это было удивительно, конечно. Я опоздал на молитву, как я думал, но я приехал вовремя. И Господь тогда через остолкование языков сказал, что я уничтожаю в церкви всякую деятельность, которая движима от чувством вины, своей совершенной любовью, которая изгоняет страх. То есть вот кто-то сказал, вот если в церкви я в целом живу, чтобы вот всякая деятельность, которая с чувством вины остановится, очень много движений просто прекратится. Просто очень много движений прекратится. Ну, народ Божий из-за того, что вот есть вот это вот ложь-обвинение сатанинское, он пытается заработать отцовскую любовь, заработать благодать, ну, вообще что-либо заработать. И он делает, ну, вот я же такой гадкий, ничтожный, ну, ладно, я вот спою тебе песни поклонения, что я тебя люблю. А Бог, Он видит, ну, ну, Он видит вот эту всю фальш. И тоже один из моментов Бог Святой сегодня напомнил, что, ну, слова, по сути, порой не так важны, что за ними стоит. Что вот, ну, как пример, что вот флакончики есть от духов, да, они могут быть абсолютно одинаковые, но содержимое, оно совсем другое. И мы, по сути, платим за содержимое. И также слова они могут быть, ну, я люблю тебя, а там нет никакой любви, это просто похозу какая-то. И примером является вот, ну, мой любимый пример, Марфа и Мария, когда Лазарь умер, они, если, ну, так, вы сможете потом посмотреть, они одни и те же слова ему сказали. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат». И в первом случае, когда Марфа там была, она ему сказала эти слова, ну, хорошо, он ей дал учение о воскресении, я есть воскресение, веришь на сему, ну, там, знаете все. Когда же пришла Мария, сказала те же самые слова, что-то в нем изменилось, он, так, где-то человек пошел и воскресил его. То есть, ну, абсолютно те же слова, но реакция Бога совершенно другая. И, ну, чтобы назад вот вернуться, вот, ну, сердце, это, ну, это, наверное, это вообще все, что у нас есть. Вот, ну, на самом деле, все, что у нас есть. Почему Господь говорит, что храни свое сердце? Потому что, ну, оттуда мечты, оттуда проекты, оттуда, ну, твои, ну, все, все, что есть. Все настоящее у тебя в сердце. Поэтому пусть ваши сердца будут уже с вами. Спасибо.